МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Смотрите сегодня. ЧП на парковке Политаевского рынка. Мужчина угрожал прохожим, а потом покончил с собой. По следам воров. В Клепиковском районе задержаны братья-налютчики, а на улице Интернациональной поймали криминальный дуэт грабившей квартиры. Детям самое лучшее. Рыбновский депутат продал земли стоимостью в миллионы за бесценок. В воскресенье неприятное происшествие произошло на автопарковке недалеко от Политаевского рынка. Как говорят очевидцы, примерно в 10 утра мужчина, сидевший на крыльце рынка, ни с того ни с сего полоснул себя осколком бутылки по горлу. В настоящий момент в распоряжении следствия имеется видеозапись, случившуюся, где установлено, что мужчина наносит повреждения самостоятельно себе. Кроме этого, в ходе проверки был установлен, что мужчина за несколько часов до своей гибели проходил по территории Политаевского рынка, где он угрожал жизни прохожим. Предварительно установлено, погибший являлся уроженцем республики Башкортостан. Он приехал в Рязань 30 июля, и, что характерно, даже за этот непродолжительный отрезок времени был привлечен к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде. Что побудило его расстаться с жизнью, сейчас выясняют следователи. Семейный пикник – затея хорошая. Даже при наличии непоседливого маленького ребенка молодым родителям не хочется отказываться от романтики. Мы получили подробности расследования гибели маленькой девочки, которая на глазах родителей выпала из лодки на озере Казарское. В Казани не разнятся. По предложению матери малолетней Ульяны, около 8 часов вечера 27 июля 2014 года они сели в лодку надувную, конструктивно предназначенную для одного человека. Но все, что обнаружили прибывшие сотрудники и спасатели, только следы семейного отдыха. Родители ныряли, ныряли в течение 20 минут. На помощь приплыли знакомые отца, в том числе его брат. Также ныряли, но положительных результатов не дало. Тело девочки через несколько дней само всплыло на поверхность практически в том месте, где она и утонула. По словам следователей, родители убиты горем. Они понимают, что по своей собственной глупости лишились единственного ребенка. Напомню, что следователи тут же возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас предстоит определить степень вины каждого из родителей и выяснить все обстоятельства произошедшего. Было у отца три сына. Старший ловкий был дитина, средний был и так и сяк, младший раньше не судим. Совсем не сказочную историю услышали полицейские, когда прибыли на место происшествия к магазину в деревне Молькино, что в Клепиковском районе. Несмотря на темное время суток, суета у дверей торговой точки была как во времена дефицита. Неизвестные мужчины пытались взломать замок. Мы хотели в магазин сломать дверь. И в это время сотрудники милиции приехали. А дверь ломали с помощью чего? Дом красного. Все трое задержанных оказались родными братьями, жителями Спасского района. Старшему из них 51 год, среднему 46, младшему 39. Судя по почерку, злоумышленники часто ходили в магазины по ночам. Часть награбленного продавали, некоторые товары и продукты, особенно с градусом, употребляли сами. До этого их много было. Сколько всего? Я не помню. Ну сколько? Пять, десять? Ну где-то так, может больше. Давно вы помышляли? Синварь весь. Причастны к 12 эпизодам краж из магазинов. В настоящее время устанавливается их причастность к другим кражам. Задержанные принимали все меры предосторожности, работали быстро, в перчатках, с помощью технических приспособлений. Есть информация, что этот список преступлений далеко не полный. Тоже с поличным пойман еще один преступный дуэт. Грабители оттачивали мастерство на чужих квартирах. Несмотря на то, что задержали злоумышленников уже через несколько минут после ограбления, с целым набором дорогих предметов, признаваться они не спешили. Грабители выбрали объект на улице Интернациональной и, похоже, не промахнулись с мишенью. Где же вы что-то? Иваново. В Рязани что делается? В гости приехали. Кому? К сестре. Когда? Сегодня. Сестра где живет? На Д-Усси. Ну, какого-то поэта. Ну, как же ты говоришь к сестре, а не к нашей улице? Как часто в Рязани приезжают? Ну, не так часто. Гастролеры из Иваново всем своим видом показывают, что крайне удивлены и обескуражены поведением сотрудников в форме. Мужчины долго грабили квартиры с помощью отмычек, либо выбивали дверь, после чего забирали драгметаллы, наличные и технику. С тех пор, как Китай стал фабрикой новых синтетических наркотиков, у схронов и закладок кого только не берут. От наркоманов, которым помогать уже поздно, до самих стражей порядка. Следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении сотрудников УИС и курсанта Академии ВСИН. Обстоятельства примерно одинаковые. Сами приходили за очередной партией и хранили товар у себя. Все трое были установлены факты употребления наркотических средств. При допросе в качестве подозреваемого обвиняемого, они, конечно, пояснили, что данные наркотические средства они употребляли незначительное время, то есть там два-три раза. Этого вполне хватило, чтобы поставить жирный крест на учебе и карьере. А в борьбе с наркоторговлей продолжается новый этап. Линия фронта смещается от колумбийских джунглей, африканских гор и мексиканских пустынь в сторону лабораторий в Шанхае и других китайских городах, где обычно выпускаются вещества, которые не попадают под запрет Американского управления по борьбе с наркотиками. Это и есть синтетические наркотики. Соединения имитируют воздействие более традиционных веществ, таких как экстази, кокаин и марихуаны. Их молекулярная структура похожа, но не идентична, благодаря чему и удается на какое-то время обойти законодательство. Такая ситуация превращается в настоящую головную боль для стран-получателей. Они до сих пор не нашли эффективного решения для борьбы с наплывом этих веществ, которые губительны для здоровья людей, но не нарушают закон с юридической точки зрения. Еще одно уголовное дело возбудили в отношении несовершеннолетнего. В апреле подростка задержали в советском районе города, когда при досмотре все те же наркотики. После выявления этого факта, данное лицо перестало употреблять наркотические средства. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в советском районном суде. Хорошо, что на этой стадии отказаться от пагубной привычки еще может помочь протокол. Чаще специалисты сталкиваются с безнадежными случаями. В продолжении темы еще один инцидент. Полицейские поселка Милославская вышли на очередной обход и обратили внимание на поддержанный отечественный автомобиль. Водитель при виде стражи порядка почему-то занервничал и сбавил скорость, чем, собственно, и спровоцировал интерес к своей персоне. В ходе осмотра подозрительного авто под управлением 47-летнего мужчины полицейские обнаружили пакет, в котором хранилось более килограмма стеблей и листьев растения с характерным запахом, а именно конопли. Теперь о своей непростой и, видимо, интересной жизни злоумышленнику придется рассказывать в суде. Следующее ЧП из серии «Человек он хороший, но как выпьет». Рязанский пенсионер был остановлен полицейскими на улице в нетрезвом состоянии. Предложение пройти в отделение ему, разумеется, не понравилось, и он отмахнулся пакетом, в котором находился металлический топор. Удар пришелся по лицу сотрудника, ему растекло щеку. Это не случайность, это были умышленные действия, которые были направлены именно на причинение телесного повреждения. Он что говорит, он помнил, что на этом топор? Поскольку, как было установлено, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, то есть половину событий он, естественно, не помнит. Мы учим своих детей быть вежливыми и дипломатичными, но какой они видят пример, когда даже самые спокойные и добропорядочные горожане в случае с чего начинают размахивать кулаками. Жизни и здоровью раненого полицейского сегодня ничего не угрожает. Не хочется даже думать, что могло произойти, если бы острие топора сместилось на несколько сантиметров. К другим темам. Создается впечатление, что некоторые депутаты в последнее время соревнуются в наглости, либо играют в фанты, кто больше и незаметнее награбит. Переплюнул коллег по цеху рыбновский депутат, который настолько любит своих детей, что продал им земельные участки за гроши при рыночной стоимости в миллионы рублей. Злоумышленник воспользовался должностным положением. В то время он исполнял обязанности председателя одного из сельскохозяйственных предприятий района. С этой целью он втайне от общего собрания кооператива, в нарушении требований действующего законодательства, маскируя сделки по продаже земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения под договоры купли-продажи долей в праве общей долевой собственности, незаконно и необоснованно осуществил их продажу своим детям за сумму чуть более 61 тысячи рублей при их рыночной стоимости в 11 миллионов 167 тысяч. Неправомерно отчужденные участки составляли больше половины от общей площади, используемых сельскохозяйственным предприятием, и были единственными находящимися в его собственности. Кроме того, на указанных землях располагались производственные постройки. Коровник, склады, комплекс гаражей, загоны для крупного рогатого скота и прочее. Детям, конечно, самое лучшее, но не до такой же степени. Нужно и меру знать. А эту информацию будет полезно послушать тем, кто любит развлекаться анонимными звонками и записками с угрозами. Еще в мае вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ложное сообщение об акте терроризма. Но наших граждан это не останавливает. И что удивительно, во все тяжкие пускаются и старым лад. Правоохранительными органами и специальными службами ведется успешная работа по розыску лиц, высказывающих анонимные угрозы в совершении террористических актов. Несмотря на различные ухищрения, практически все они привлекаются к уголовной ответственности. Буквально весной на своем рабочем месте был задержан скромный на вид молодой человек интеллигентного вида, который, похоже, и сам не очень понимает причину своего поступка. А это уже знаменитый рязанский пенсионер, который поставил на уши весь город своими записками. Напомню, с начала января оперативные службы 10 раз эвакуировали крупные торговые центры. Больше всего злоумышленнику понравился гипермаркет «Глобус». Такие записки пенсионер подбрасывал прямо в тележке. Но оперативные службы, к счастью, так и не нашли никаких взрывных устройств. На отчаянный шаг мужчина решился из-за денег, а точнее по причине их отсутствия. Даже не подумав о том, что в случае поимки кругленькую сумму придется заплатить самому. В большинстве случаев осужденным дополнительно приходится возмещать причиненный имущественный ущерб, который исчисляется сотнями тысяч рублей. Поэтому хочется еще раз предупредить. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма не невинная шалость, а серьезное преступление с крайне негативными последствиями для совершившего его лица. По оценкам специалистов, выезд одного пожарного расчета оценивается в несколько десятков тысяч рублей. Эвакуация вокзала без ущерба коммерческим организациям может составить сотни тысяч, а убытки от каждого часа простоя крупных торговых центров и вовсе исчисляются миллионами. Подумайте об этом, прежде чем сообщать о ложном факте терроризма. Предположим, что сзади меня находится стена, и у меня тут все, куда не шагать, не уходить. Ну вот оно, вот движение. Вот прижали и хотят отнять. Хотят отнять, прижали. Если вас не зарезали сразу, значит от вас что-то хотят. Потому что в темном подъезде зашли, воткнули в бок и до свидания. Это за казняк или что-нибудь из этого рода. Накладываем свою руку на руку противника, ее выворачиваем. Обычный прием, который знают все. Где нож, обязательно расслабляющий удар. Вот они. Бам, бам. Все, он у меня. Здесь идет движение практически одной рукой. Этой прижали, этой нанесли в переносице удар, этой рукой. Здесь как девушке тоже она может этим защититься, потому что вот они, основные удары. В пах и вот этот удар, который наносится в голову. Тем паче. Это были главные криминальные новости недели. Если у вас есть интересные темы для эфиров, звоните в нашу редакцию. Напоминаю, телефоны 720020 и 720021. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова